Друзья, огромный всем привет! Начинаем новый влог. Смотрите, что забрала с Валбереса. Две посылки вам покажу. Вот такая вот корзина для хранения пакетов. Стоила она там что-то в районе 200 рублей. Значит, вот такая вот корзина. Муж у меня куда-то работать, берет ее и установит ее, я надеюсь, сегодня мне под раковину, чтобы у меня аккуратно хранились пакеты. Я вам покажу, как это все будет организовано. И вторая коробка, которая мне пришла, это банки для специй. Покажу вам. Значит, вот такие вот пластмассовые баночки. Хороший такой пластик облотный, 150 миллилитров здесь. И здесь 16 банок. И также есть наклейки для того, чтобы наклеить. Собственно, здесь много всего. Видите, вот как приправы для пола. Я тоже хочу один и есть. Целая куча. Прям вот три таких карточки и со всеми с разными наклейками. Поэтому вот, будем рассортировывать специи. Я сделала большой заказ специй и буду насыпать все. Покажу вам тоже конечный результат уже, как мы все это установим в ящике. Как это будет у меня все аккуратно теперь хранится специй. И вот таким вот образом выглядят баночки со специями. На все есть наклейки, кроме вот кокосовой стружки я не нашла. Пока восемь баночек, мне этого более чем достаточно. Это вот такие специи, которыми мы пользуемся чаще всего. Такая вот красота. Мне очень понравилось и качество, и цена приемлемая. Ссылку и на корзину для пакетов, и на вот эти баночки вы найдете у меня в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь и переходите в телеграм. Ну что, вот так вот выглядит эта штука. По-моему, неплохо, удобно. Теперь у меня тут под раковиной произошла какая-то организация. Итак, ну что, эти дни настали? Мы делаем первую. Андрюш, что мы делаем? Поделку в сад, да? Мы решили сделать, в общем, у нас поделки наши посвящены урожаю, и нам нужно из урожая что-то сделать. Сад будут переклеить. Мы решили сделать вот такой вот корабль из кабачка. Кто у нас капитан, Андрей? Картошка. Картошка, капитан. Вот такие вот у нас человечки. Посмотрите. Посмотрите, и фары. Фары Андрюшка сам сделает. Сейчас мы глаз еще одному человечку приклеим, и покажу вам уже конечную нашу инсталляцию корабля из кабачка и овощей. Ну что, друзья, я увезла своих сегодня мужиков, значит, одного в сад, второго на работу. Приехала домой. Андрюшка сегодня опять буду забирать 12 часов, через 4 часа. И вот села завтракать. Покажу вам следующим кадром свой завтрак. И знаете, что хотела вам сказать? Привыкаю к новому состоянию. Ребенок в саду. Я приезжаю домой. У меня, казалось бы, очень много свободного времени, но я чувствую себя какой-то пустой. Знаете, вот как будто бы в квартире не хватает шума, не хватает ребенка, не хватает какого-то кипиша, какого-то вот чего-то, постоянно каких-то действий. И я собираюсь с мыслями, там что-то делаю. Часов сейчас уже время 8.40, а за Андреем в сад в 12.20 где-то его нужно будет забрать. Я вчера за ним приехала как раз во время обеда. И он такой, мама, мама, подожди, я сейчас какао попью. Ему очень нравится в детском саду какао с маслом, хлеб и масло сливочное, бутерброды. И он подумал, что на обед ему будут тоже давать какао. Но на обед ему давали какой-то гречневый суп, тушеную капусту, по-моему, и компот. Вот. И это было такое разочарование. Он сидел там, ждал, что ему принесут этот какао и бутерброд с маслом, а ему не дали. Он сидел, 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 поел хлеба просто. Потом, значит, подошел к нянечке, попросил воды, попил воды и сказал, все, мама, поехали домой. Вот. То есть, это, конечно, так смешно за ним наблюдать, как ребенок ведет себя в саду, как он общается со своими одногруппниками, с ребятишками, как он общается. Вот там, обращайте внимание, стоят у меня помидоры, которые краснеют в тазу, накрытые, тряпка. Тут выглядит это как-то не очень. На холодильнике, ну, просто некуда больше поставить, так как плюс еще у нас сейчас ремонт в одной комнате, и мы все, всю мебель составили сюда, здесь стоит и шкаф, и зеркало тоже вам покажу сейчас. В общем, как-то так. Поэтому учимся жить по-новому, когда ребенок в саду, когда я уже могу полностью работать. Ну, не полностью еще, конечно, но все равно приучаю себя обратно. Еще, кажется, знаете, мозг вообще не соображает, как будто бы все равно после декрета идет деградация. Если ничего не делать, не работать головой, то ты просто выпадаешь из всей этой системы, и потом очень сложно собрать себя в кучу, и очень сложно начать как-то вот, знаете, так вот направить фокус только на одно дело, на одно действие. Потому что, как правило, ты же, когда дома с ребенком, у тебя сразу же несколько дел. Ну, в основном это такие, конечно, бытовые, хозяйские дела. Там, допустим, у меня варится суп, я тут же закинула там стирку, тут же там с ребенком что-то поделала, еще пятое-десятое. Ну, в общем, вот так вот. А сейчас нужно сфокусироваться на одном, и вот всецело отдать себя вот одному проекту. И пока это, конечно, вызывает некоторые сложности. Но я думаю, что все придет, все образуется. Позавтракаю. Сейчас покажу вам свой завтрак. Как вы видели, мы вчера готовили поделку из кабачка, и из, собственно, внутреннего части я приготовила такой кабачковый рулет. Здесь у меня плавленый сыр, значит, помидорка, листья салата и бекон. Здесь помидорки тоже наши, маленький черри. В следующем году еще раз посажу. Прям классно они зреют, и, правда, вкусные, сладенькие. И вот два яйца. А еще вчера заказала доставку еды и заказала снежок. Так мне захотелось. Снежка почему-то вот налила себе снежок, и здесь кофе. Вот. Посмотрите, мы едем тут, значит, по делам. И посмотрите, перед нами просто какое-то огромное количество воздушных шаров. Ух, их там пять штук, и они все взлетают. Какой-то фестиваль воздушных шаров, что они здесь в одномском, или что. У нас, кстати, продолжается бабье лето, до 5-20 градусов на улице. Погода просто, просто потрясающая. Почти в Каппадокию мы попали. Смотрите, как они. Каппадокию, не большие! О, так классно! Снежка! Теперь предлагаю приготовить самый осенний пирог, который поднимает настроение. Осенью дом наполняется приятным ароматом, и это, конечно же, шарлотка. Я очищаю и нарезаю яблочки, и готовлю тесто. Для этого я добавляю 2 яйца, немного соли, фит-парад 2 пакетика. Далее добавляю сметану и цельнозерновую муку. Все хорошенечко перемешиваю, и к тесту добавляю яблоки. У меня яблоки кисло-сладкие, и мне кажется, что вот именно с кисло-сладкими яблоками пирог получается наиболее вкусный. Он не получается сильно сладким и не получается кислым. Все в меру. Вместо цельнозерновой муки можно использовать обычную пшеничную, но я стараюсь из всех рецептов делать такие наиболее ПП-варианты. Далее смазываю форму сливочным маслом, выливаю тесто в форму. Сверху выкладываю небольшое количество сливочного масла прям кусочками, и для сладости и красивой золотистой корочки все-таки посыпаю чуть-чуть сахаром. И ставлю в духовку запекаться при температуре 180 градусов минут на 35. Получается очень вкусный пирог, но так как цельнозерновая мука он не сильно поднялся. По-моему, последнее, о чем я говорила, это о том, что Андрей ходит в сад, и я не знаю, в общем, чем себя занять. Недолго музыка играла, как говорится. Три дня Андрей по полдня походил в сад, и здравствуйте, сопли. Насморк, в общем, вчера открыли больничный лист, и теперь мы дома сидим неделю, будем дома. Вот, ну, с одной стороны, хорошо, у нас там на конец следующей недели запланирована поездка, и я думаю, что если мы следующую неделю просидим дома, как раз выздоровеем и отправимся спокойно в поездку. Вдруг, я надеюсь, что уже будет здорово. Вот, бобилет у нас закончилась, сегодня на улице 7 градусов, холодно, идет дождь, на дачу мы сегодня не поехали, потому что сегодня погода плохая, хотя сегодня суббота, могли бы поехать. Вот, отправили Андрея с моей свекровью, с бабушкой в театр, вот, на представление. А сами пока хотим со Стасом съездить в мир дверей, куда-нибудь посмотреть двери Андрею в комнату, потому что пока у нас ремонт еще на том этапе, что мы ободрали все обои, вынесли весь мусор из комнаты, и как бы все. Вот, сейчас нужно купить двери, поклеить обои, там, потом что-то решить с напольным покрытием, и, ну, собственно, уже заносить там всю мебель и завершать ремонт. Вот, так что поехали с нами, может быть, чего-нибудь вам поснимаю, покажу вам, что-то мы с дверями определимся или нет, и буду держать вас в курсе. У нас продолжается ремонт. И сегодня, следующим шагом, мы делаем грунтовку стен. Перед тем, как клеить обои, мы грунтуем стены. Грунтовка достаточно жидкая была, и мы были все просто в этой грунтовке, все лилось со всех сторон, но, в целом, получилось все довольно-таки быстро. Грунтовка – важный этап перед поклейкой обоев для того, чтобы убрать всю пыль со стен, и клейки, обои лучше приставали к стенам. Ну что, друзья, мы готовы увидеть ремонт. Так, тадам! Мы поклеили… Так, фокус, где ты? Мы поклеили, значит, вот эту стену, вот эту стену. Здесь у нас будет, вот видите, такой вот переход от темных обоев к светлому. И здесь вот тоже еще вот кусочек проклеили. Пока на данном этапе это все. Еще, я думаю, сегодня мы проклеим немного, уже большие полосы. Ну вот, пока как-то так. Пока как-то так, я довольна, мне очень нравится. Сочетание двух этих цветов, по-моему, смотрится прикольно, мне нравится. Ну, уже, наверное, в следующем влоге вы увидите конечный результат. Поэтому, если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. Андрей тут помощник. И будете в курсе последних событий, что у нас тут творится с ремонтом. Но обои мне очень нравятся. Вы бы знали, как смотрится задний фон на фотографиях. Очень красиво. Вот, но это будет детская комната. В общем, как-то так. На этом буду завершать этот влог. Всем удачи, друзья. Всем пока-пока. Всем пока-пока.